Неслышащее государство для плачущих граждан. Все чаще казахстанцы пытаются самыми радикальными способами привлечь внимание властей к своим проблемам. Вот один из последних случаев в Костанае, когда женщина, облив себя бензином, совершила самоподжог. Власти комментировать не стали, постарались максимально закрыть информацию. А между тем в Астане периодически люди выражают свое недовольство. Ночуют у генеральной прокуратуры, пикетируют у аккорды, осаждают государственные органы, начиная с министерств и заканчивая акиматами разных уровней. Ну, впрочем, и так далее. А все потому, что провозглашенная президентом Токаевым концепция слышащего государства не исполняется в полной мере его прямыми подчиненными. Вот, к примеру, на сайте генеральной прокуратуры указаны прямые номера телефонов главного прокурора страны и его заместителей. У него их пять, и никому дозвониться невозможно. Ни один указанный номер не отвечает. Мы попытали удачу и дозвонились по номеру 115. Оператор Орлан, чья фамилия оказалась секретной, не соединил нас ни с генеральным прокурором, ни с его замами и даже не отправил к дежурному, а просто в конце разговора посоветовал написать на него жалобу. Мы сейчас наглядно покажем, что такое слышащее государство в понимании главного надзорного органа страны. В настоящее время все операторы заняты. Пожалуйста, подождите. Здравствуйте, колл-центр. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а можно меня соединить, ну, колюш это, как говорится, колл-центр, с генеральным прокурором или из замов с кем-нибудь? Я никому не могу дозвониться, несмотря на то, что на сайте указаны их прямые номера. Ага. Так, с ними я не могу соединить, потому что у нас нет полномочий, могу с дежурным, а с вашим исполнителем. А с дежурным вы меня можете в любом городе, да, соединить? По вашему местожительству. А если у меня местожительство город Астана, а вопрос, допустим, по Караганде, каким образом вы поступите? Куда меня соедините? Несмотря какой именно вопрос. А скажите, пожалуйста, а вы вообще слышали про концепцию слышащего государства президента Тукаева? Речь идет о том, что первые руководительные должны быть непосредственно на связи. Почему не могу дозвониться генеральному прокурору Асылову или его к замам? Ответьте, пожалуйста. С дежурным соединяем с переговорителями. Минуточку, мне не нужен дежурный вы колл-центр. Вы ответьте, пожалуйста, и соединяйте меня с генеральным прокурором. Я гражданка страны. Почему я не могу с ним переговорить? В чем проблема? Мы же говорим про слышащее государство, правильно? Ну, я не могу ответить на этот вопрос. Невозможно дозвониться и в другие госорганы. Впрочем, это неудивительно. Еще в прошлом году общественный фонд Верканды Канаты заявлял, что казахстанцы практически не информированы о механизмах слышащего государства. Между властями и народом нет коммуникаций. Хотя о запуске этой концепции президент Укаев заявлял 6 лет назад. Согласно этой концепции, Казахстан укрепит диалог между государством и гражданами, создаст инклюзивное общество, обеспечит устойчивый экономический рост и чистую экологию. Развитие более эффективных и подотчетных институтов до 2030 года. А между тем адвокаты говорят, что у казахстанцев много вопросов к государству. Закрытость органов, несовершенство законов и отсутствие связи между институтами власти и населением приводят к тому, что создается ложное представление о государстве в целом. Выглядит государство грабителем. Оно забирает цистерны, оно забирает имущество, которое приобретено законно. Судят за реализацию незаконную якобы, при этом признают законное приобретение. И при этом отбирают у людей имущество. Получается, что государство выглядит в свете какого-то рейдера непонятного. Вот это меня больше всего беспокоит. Зачем такое пятно на него накладывают? Если госорганы футболят казахстанцев по телефону или же кормят несбыточными обещаниями, то журналистов отправляют писать запросы. К примеру, у чиновников есть рабочая и беспроигрышная стратегия – вовремя пообещать. А там хоть трава не расти. На камеру они говорят о доступности и открытости, а по факту получить информацию и быть услышанным чиновниками практически невозможно. Я деталей сейчас уголовного дела вам не могу сообщить. Если вы сделаете запрос, мы вам отдельно, максимально точно дадим информацию. Извините, мы вам запросы отправляли вашему представителю. Он мне говорит по сотовому телефону, по WhatsApp, он требует официальной ответы, пожалуйста, сейчас, потому что потом, я бы того, Самарова, если вы вдруг помните, ответа мы не получим. Может быть, удастся все-таки? Вот представитель пресс-секретарь, я возьму этот вопрос на контроль, и вы получите в ближайшие 10 дней, получите официальный ответ. Получить от госорганов оперативные и аргументированные ответы – это из разряда фантастики. Попасть на прием к первым руководителям абсолютно невозможно. Получается, что любые благие начинания власти, к примеру, как концепция слышащего государства, сводятся к банальной имитации бурной деятельности. Батаго Самарова специально для E-Media из Астаны.